Итак, всем привет! Меня зовут Стас. Я, прошу прощения, забыл петличку в Одессе. Я сейчас нахожусь в Киеве. К сожалению, перед мероприятием у меня не получилось сделать видео, поэтому уже делаю после. Была YouTube-конференция. В принципе, вы видите сейчас кадры на экране. Что могу сказать? В этом году она очень была неинтересной. Неинтересной была для авторов. Естественно, там были только те, кто создают контент. Также там были партнерки и многое другое. С кем не познакомился, с кем не общался, людям не понравилось. Очень мало информации. Информация была скучная и так далее. Рассказывать вам, конечно же, в принципе, особо не за что. Единственное, за что благодарен, это Google за подаренные очки. Обратите внимание, Google очень прикольное. Кто следил за мной в Инстаграме, те знают, те видели. Единственное, в комментариях писали подкаст-засранец. Надо уже делать пора подкаст. К сожалению, не успеваю по времени делать видео. К сожалению, повторюсь. Поэтому решил выложить свою поездку в Киев. Примерно так. Что могу сказать за город? Город очень большой. Он, правда, прям очень-очень большой. Что могу сказать? Без навигатора, даже не скорее без навигатора, без карты здесь будет крайне сложно. Если вы новичок, людей, когда я подхожу, что-то спрашиваю, их прямо отталкивает. Они ничего не знают. Большинство, то есть я уже начал общаться с ребятами. Далеко здесь не первый раз. Все шугаются. Когда пытаются что-то спросить, они ничего не знают. Как пройти, никто ничего не знает. Вообще, в принципе, человек гуляет с собакой, живет здесь и не знает, что у него за углом какое-то кафе, которое мне было нужно. Но, тем не менее, провел время отлично. Познакомился именно с киевлянами. Они говорят, что все киевляне вылазят вечером, как и, в принципе, одесситы. Ну, хотя одесситы... Здесь очень много приезжих. Именно по этой простой причине. Никто ничего не знает. Google карты — офигенное приложение, которое мне помогло. Ставил гиды по Киеву, ставил разные приложения по навигатору, по метро и так далее. Google Maps вам будет за глаза достаточно, поэтому вполне можете его себе устанавливать. В принципе, на этом, наверное, все. Такой небольшой короткий влог. Хотелось очень много рассказать интересного. К сожалению, так получилось, что информации на YouTube, которую предоставили, ноль. В принципе, уже вечер. Я приехал, кстати, исключительно для YouTube, но еще одна попалась конференция, на которой я иду завтра. Она будет посвящена бизнесу онлайн. Вообще, это трехдневное мероприятие. Мне уже надо будет возвращаться в Одессу, поэтому я вернул билеты на поезд и буду ехать на автобусе, скорее всего, завтра. Сегодня вечером поеду, куплю билеты. Примерно так. Я сразу прошу прощения, что не выкладываю никакие видео. Не успеваю. К сожалению, не успеваю. Я постараюсь приехать в Одессу. Была, кстати, утечка iPhone 6s. Если я успею, если это будет еще актуально, я, естественно, выложу видео. Фейк такой вот на канале Apple. Про часы, естественно, расскажу чуть позже. Ну, как-то так. Что мне понравилось? В Киеве очень красивые парки. Их, действительно, огромное количество, в отличие от Одессы. Они ухоженные, они классные. В основном везде есть какие-то речки, маленькие лужи и так далее. Очень приятный запах. Здесь огромное количество трасс. Люди гоняют. Меньше, чем 120. Они, в принципе, не ездят. Совершенно другой город, в отличие от Одессы. И вот если я просто иду по улице, какие-то скучные. В Одессе все совершенно по-другому. В Одессе все очень приятные, отзывчивые ребята. И как-то вообще, в принципе, все как-то по-другому. Вот. На этом, думаю, что все, буду закругляться. Если будет что-то интересное по онлайн-бизнесу, я выложу это завтра, вот, мероприятие. Хотя, я думаю, что не совсем формат нашего канала. Подписывайтесь, не забывайте, да, мы ведем про Apple, про кино. Кстати, что мне понравилось, это я сделал для себя, естественно, несколько выводов. Скорее всего, я отдельно открою канал для кино. Отдельно мы сделали. В общем, есть пара мыслей по этому поводу, пока не готов их озвучивать. Посмотрим, к чему это все приведет. У меня, в принципе, для одного канала мало времени, но постараемся. Посмотрим, в общем, все. Следите за нашими каналами, естественно, подписывайтесь. Основной это у нас YouTube. Сайт, я думаю, что в ближайшие там несколько месяцев уже запускается еще раз, переосмысление нашего сайта. Вот. Ну и, конечно же, Twitter и Instagram. Это основные социальные сети. Писать можете вопросы абсолютно по Apple, куда угодно, ВКонтакте, Facebook, Skype, почта. Везде отвечаем. Проблем с этим нет. В общем, большое спасибо, что потратили время, посмотрели это видео. Влоги в основном смотрят те, кто любит меня, те, кто знает меня. Вот и так далее. Возможно, кстати, сделаем, так как давно не было видео, вопрос-ответ. Может быть, даже сделаю какой-то лайф. Я подумаю, как это правильно сделать. Вы выпишите список вопросов, естественно, я на них отвечу. В принципе, на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Всего вам доброго и до скорых встреч. А с вами был Стас. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наши подкасты. Обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео. По любым вопросам пишите нам ВКонтакте, Facebook, Skype, либо же на почту. Подписывайтесь на наш Twitter. Ну и, конечно же, на мой Instagram. Всего вам доброго и до скорых встреч.